Темнить водителям становится все сложнее. В течение последних дней июля на дорогах региона проходят рейды с целью обнаружить незаконную тонировку и виновных наказать. В жару, рассказывают полицейские, автовладельцы зачастую прибегают к хитрости. Опускают передние боковые стекла, чтобы тонировку не было видно. Но и на это препятствие есть статья в законе. Если же водитель, как это часто бывает, опускает стекла и не желает поднять их по требованию сотрудника полиции, составляется административный материал по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений и направляется в суд. В дальнейшем судья уже решает выписать ему штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо наложить административный арест до 15 суток. По правилам светопропускания ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. Нарушители этого правила сотрудники ГИБДД останавливают и предлагают два варианта. Устранить нарушение на месте, то есть тонировку убрать, или снять регистрационные номера. Транспортное средство без номеров с места остановки на парковку отправляется на эвакуаторе. В обоих случаях водитель платит штраф 500 рублей. Для прибора, чтобы он работал в правильном режиме, необходима сухая погода, определенная степень влажности, то есть сухо, ясная погода, то есть не должно быть осадков и затемнений какого-то. Прибор достаточно прост, там световой пучок попадает в светоприемник, вот и все. То есть каких-либо особенностей погодных светового дня здесь не требуется. Тонировка, рассказывают дорожные полицейские, из мода не выходит. Нарушителей, как показывает практика профилактических рейдов, меньше не становится. Тонировка – самое популярное нарушение, которое фиксируют сотрудники ГИБДД.